Секреты выращивания помидоров в открытом грунте в Беларуси. Какие сорта подходят для открытого грунта? Методы выращивания помидоров. Слушайте об этих темах в сегодняшней аудио статье. Беларусь отличная страна для выращивания вкусных помидоров. Наши знакомые огородники поделились опытом, а мы передаем его вам в сегодняшней аудио статье. Какие сорта помидоров подходят для открытого грунта в Беларуси? Климат располагает посадки самых сладких сортов помидоров в грунт. Если вы слышали о золотых яблоках среди помидор, то будете заинтригованы узнать больше о методах выращивания. Сорта помидор для Беларуси. Ружа, среднеспелый сорт, компактный куст, дает красные плоды до 3 килограмм с одного куста в открытом грунте. Вкусный, глянцевый, пригодный для салатов, температурной обработки и закатки. Калинка. Ранний сорт. Созревает за 50 дней, формирует среднего размера куст. Дает помидоры до 100 грамм. Красивый, кругленький и вкусный. Устойчив к заболеваниям фитофторозу, альтернариозу и септориозу. Ранница. Раннеспелый сорт. Влады средний до 60 грамм. Куст также среднерослый, устойчив к фитофторозу. Неман. Средний сорт. Дает 100 граммовые плоды. Плодносит много, до 90 килограмм с куста. Устойчив к фитофторе и альтернариозу. Секреты выращивания помидоров в открытом грунте в Беларуси. Для огородника есть три варианта посадки помидоров. Индотерминатные, детерминатные и средние сорта. Индотерминатные большие сорта дают плоды на 120 день с момента посадки, так что ожидание того стоит. Высокие кусты радуют обилием плодов. Помидоры можно вырастить сладкие, сочные, подходящие для любого вида приготовления. Высокие сорта подвязывают, чтобы стебли не сломались. Детерминатные или низкорослые сорта подносят компактными кистями помидоров. Дают небольшие аккуратные плоды. Преимуществом этого вида будет скоро спелость. Ранние помидоры порадуют огородников, которые усердно ждут первого урожая. Посадить на участки лучше оба вида помидоров, чтобы разделить силы открытого грунта и время плодоношения. Среднеспелые и гибридные сорта используют для посадки в открытом грунте в Беларуси, но погодные условия и так подходят для высадки, поэтому сверхустойчивые гибриды отходят на задний план после всех перечисленных выше вариантов. Как посадить помидоры в открытый грунт? Первое. Индетерминатные формировать в один ствол. Прищипывать пасынки на кустах, чтобы были мощные побеги. Формировать ствол и цветочную кисть. Боковые побеги срезать и укорачивать, чтобы расслышить. Формировать много кистей. Это будет значительно улучшать плодоношение. Подходит для выращивания в теплице. Второе. Образовывать 4 кисти с хорошими помидорами. Выращивать небольшими компактными до полутора метра в высоту. Рост стебля ограничен. Сами останавливаются в развитии. Высаживать в открытом грунте, формировать несколько столов или туннельную теплицу. Пишите в комментариях, как вы выращиваете помидоры в открытом грунте в Беларуси. Каким сардам отдаете предпочтение? Что мы забыли вовынуть в сегодняшнем аудио статье? Также делитесь сегодняшней информацией и переходите на сайт читать статьи там. Продолжение следует...